Роспотребнадзор на полуострове в течение ноября отмечает неэпидемический уровень заболеваемости вирусными инфекциями. Повышение эпидпорогов не зарегистрировано. Однако это ненадолго, отмечают специалисты. До начала зимы осталось чуть меньше недели. Врачи настаивают, до конца ноября еще можно привиться от гриппа. Всего в этом году получило вакцину более 40% населения полуострова. Вероятность роста респираторной инфекции есть. Сейчас обстановка, в общем-то, спокойная. Порог не превышен, вспышек нет. Но мы медицинские работники, мы в ожидании, потому что мы понимаем, что уже с декабря мы даже можем ожидать и грипп, который может уже появиться на территории Крыма и Симферополя. И, естественно, уже готовы для оказания помощи. Главный внештатный диетолог России порекомендовал зимой употреблять в пищу больше кондитерских изделий и каш. Однако крымские медики призывают просто к увеличению энергетического баланса. Можно из больше мясных продуктов, сладких фруктов пить теплые напитки. Сейчас очень много различных корнеплодов, тем более, они очень многие, именно те, которые произрастают в наших регионах. Я вот заметила, появились большой выбор редьки, репа появилась на прилавках. Это тоже, чего раньше не было, а она является, в общем-то, такой исконным продуктом. Может заменить отчасти картофель. Дополнительные калории помогут организму сохранить тепло. Впрочем, не стоит забывать о том, что непотраченная энергия может превратиться в лишний вес. Отличным способом улучшить здоровье в холодное время года станет занятие спортом. Легкая пробежка на свежем воздухе укрепит иммунитет и избавит от хандры. Яна Ютаренко, Евгений Старика, Служба новостей и ТВ.